В четверг, 22 октября, президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», в деталях рассказал о подходе Москвы к решению проблемы Карабаха, в настоящее время проходящей горячую военную фазу. Путин ответил на все вопросы, которые на протяжении последних четырех недель обращались к Кремлю, по существу закрыв тему того, каковы интересы России в Нагорно-Карабахском урегулировании, как она видит суть конфликта, что она должна и будет делать для установления мира между Арменией и Азербайджаном. Говоря об отношениях с Турцией, российский лидер отметил важность к развитию российско-турецких отношений. Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, комментируя выступление президента России, отметил следующее. Выступление президента России на Валдатском форуме, в принципе, определило отношение российского политического руководства к данной проблеме, к нынешней фазе обострения конфликта между Азербайджанами и Арменией, и определило позицию России в отношении взаимодействия по этому вопросу как с Арменией, так с Азербайджанами, ну а также и с Турцией. Вот обращая внимание на российскую позицию в отношении Турции, следует сказать, что Путин недвусмысленно дал понять, что несмотря на определенные расхождения в вопросе перспектив урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, президент Турции для России является договороспособным партнером, с кем можно договариваться, который держит свое слово. Это очень важно на фоне того, что, в принципе, творится в мировой политике. Часто принимаются решения, подписываются какие-то договоры, но их век, что называется, является коротким, поскольку одна из сторон или, может быть, две стороны оказываются недоговороспособными, значит, не могущими держать слово. Вот в данном случае президент России дал понять, что турецкая сторона слово держит. Это очень важно, это позволяет прогнозируемость действий турецкой стороны и, в принципе, рассматривать Анкару для Москвы в качестве партнера в решении этого конфликта. Что касается Азербайджана и Армении, то президент России четко сказал, что и Азербайджан, и Армения являются важными партнерами для России. Вот именно это определение он применил, говоря об отношениях между Россией и двумя южнокавказскими странами. Он и Армению, и Азербайджан назвал партнером. Он не поставил разницу между Азербайджаном и Арменией, не назвал Армению союзником, а Азербайджан партнером. Это говорит о том, что Россия пытается дистанцироваться, насколько это возможно, от сторон конфликта, поскольку Россия является сопредседателем Минской группы. Она не может проявлять симпатию по отношению к кому-либо из вот этих действующих сторон конфликта, и поэтому вот занимает эту позицию. Совершенно очевидно, это какой-то определенный месседж для, в частности, российских некоторых горячих голов, политиков, экспертов, которые призывают Россию вмешаться в войну на стороне Армении. Они утратили связь с реальностью, они не понимают интересов России, абсолютно неадекватно оценивают перспективы урегулирования. Если Россия предпримет такой шаг, то она окажется на одной из сторон конфликта. Она фактически подпишется под симпатиями какой-либо одной стороне и должна покинуть в этом отношении и Минскую группу. Она не может исполнять тогда роль сопредседателя Минской группы. Вот эти люди, всякие эксперты, политики, которые должны вообще пройти, видимо, повторную квалификацию, должны, конечно, это хорошо осознать. С другой стороны, Путин четко сказал о том, что такая ситуация не могла продолжаться долго, когда Азербайджан длительное время не может обеспечить контроль над своей территорией. Он фактически признал, что бои проходят на территории Азербайджана. Азербайджан имеет право освободить эти территории, вернуть их в ЛОН, в свою юрисдикцию. И поэтому в данном случае дал понять, видимо, и армянскому политическому руководству, что максимум, на что может пойти в этом отношении Россия, это обеспечить продуктивность мирного процесса, переговорного процесса. Но позвольте, что делает Пашинян. Он накануне заявлял о том, что не видит смысла в продолжении дипломатических усилий. Потом делал другие заявления, достаточно противоречивые, говорил о том, что переговоры могут продолжаться с какими-то определенными условиями. То есть это говорит о том, что армянская сторона в данном случае выглядит менее договороспособной. Ее позиции достаточно уязвимы и с дипломатической точки зрения. В данном случае рассчитывать, что Россия будет делать ставку на такого партнера, который не отвечает за свои слова и действия, вряд ли стоит. Путин достаточно прагматичный политик, он предпринимает действия из расчета на перспективу, также на перспективу. И все понимают, что после этой войны, из этой войны окрепшим выйдет именно Азербайджан. Достаточно сильной будет позиция и Турции, и не принимать в расчет вот эту ситуацию Россия не может. Россия гораздо продуктивнее строить отношения и таким образом продвигать собственные интересы, строя отношения с Азербайджаном и Санкарой, чем делать ставку и безусловную ставку на Еревану, которая, по сути, для России может оказаться проигрышной.